Вчера очередная была атака. Четыре танка, БТР, БМП, желтый автобус какой-то и два команды. Была попытка ворваться, занять оборону на тех позициях, на которых мы даже не пытаемся занимать. Уже смысла нет, потому что она пристрелена украинской артиллерией. Рисковать своими людьми ни я, ни Моторола не будет. Так что мы занимаем аэропорт, оборона держится. После вчерашней атаки они потеряли, что из аэропорта ушло только два танка. Все остальное благодаря нашим людям, Моторолы и сомалийцам, моим ребятам, которые доблестно в очередной раз показали украинской хунти, на что способна Донецкая народная армия, который в данный момент заходит в аэропорту. Все остальное было сожжено и уничтожено. Все у нас осталось в аэропорту, кроме двух танков. Два танка ушло. К сожалению, ну ничего страшного, мы свое нарисовываем. Попытка сбросить свой, в кавычках, типа десанта не удалась. Может под шквальным огнем это даже самоубийцы не сделать. Сбросить с чего? А, с КАМАЗом. Они хотели на ходу, попытка была с КАМАЗом высадить свой десант. Но, насколько они грустливые, насколько мы их знаем. А тут еще такой шквальный огонь. Но они не сделали этого. Потому что благодаря нашим людям, которые умело и профессионально воюют, внимательно прислушиваться к тому, что им советуют старшие ребята, которые находятся как командир из водов на обладненных позициях. Сбили, правда, флагман вчера один. Но ничего, мы обратно его повесили, сейчас вы его увидите. Там уже висит флаг батальона Сомали. Так что вы увидите его, как раз покажете людям. Так что... То есть мы сейчас можем туда проехать? Да, сейчас поедем и туда. Сейчас приехал командир из вода, который нас проведет на свои позиции. Он все покажет, расскажет. То есть аэропорт взят? Взят. Полностью и целиком? То есть там вот в том, что... Да я вам еще, он давно был под нашим контролем. Ну, мы бегали мелкие группы, ну пускай бегают. Ради бога. Вы посмотрите на этих ребят, которые смело воюют. Которые ничего не боятся. Неужели вы думаете, они наступят свои позиции? Они будут наоборот наступать. И они бы уже давно и в новый терминал вошли бы. Везде вошли. Только смысла в этом нет. То есть и новый терминал тоже? Да, он чистый. Но новый терминал там... Понимаете, ну... Реально вам говорю, там стоят просто металлические конструкции. Нет нового терминала. Его нет. Ну да. То, что принято называть новым терминалом. То, что принято называть, да, да, да. Ну, аэропорт давно под нашим контролем. Он уже миллион раз говорил опять. И что только я могу сказать. Кто бы там что ни показывал. Вот это сфабрикованное их видео, которое они там вылаживают по украинскому телевидению, что они там по аэропорту гуляют и все остальное. Это равносильно, когда мы были в Славянске, когда... Порошенко гулял по Славянску. Понимаете? Да, это известно. Да. Когда в Ипомине не было бы, чтобы вы находились под нашим контролем. Понимаете? Ну, так же они показывают и себя. Что они тут типа гуляют по аэропорту, спокойной душой, с флагами украински. Все это бред... ложь и бред сумасшедший. Ну, я почему так спрашиваю? Потому что вчера вот-вот по интернет-сайтам, по информагентствам опять прошла вот эта новость, что аэропорт взят. Вот что они подразумевают, наши коллеги, под тем, что аэропорт взят? Что вчера-то случилось? Да вы поймите, он не взят. Просто в очередной раз была попытка прорыва в аэропорт. А, и все. Мы эту колонну уничтожили. Наши люди, мотороловские и мои ребята. Так что ребята смело воюют и... Вы поймите, просто люди некоторые не понимают. Я хочу вам объяснить. Что стреляют не с аэропорта по Донецку. Стреляют из... Издалека. Примерно 15-20 километров отсюда. А люди думают, что прямо из аэропорта украинской армии встала. По актиллерии выстрелила и впадь по городу. Понятно. То есть у них позиция где-то там за аэропортом? Да они находятся там, в поселок Вадяна. Опытное. Вот туда. Ну понятно. На Песках. Вот там, да. Авдеевка еще, да? Ну, Авдеевка там сейчас под вопросом. Еще нельзя за причем она контроля. Не буду говорить больше. Ну там спорный момент. Да. Там спорный момент идет. Так что помогите на этих ребят. Дайте на их лице. Неужели вы думаете о нем? Хоть один метр сдадут. Они, наоборот, в атаку пойдут. Только дайте им отмажку сейчас, они сейчас пойдут брать все подряд. И никто их не остановит. Почему отмажет? Перемирие? Все понятно. Они бы уже и по Пескам прошли, и пивка попили где-нибудь, кроме бара. Или в Авдеевке кофеечко в каком-нибудь кафе. Ну вот ваше личное мнение. Перемирие вам на пользу или вовремя? Ну, как смотреть. Понимаете? Перемирие, оно должно быть перемирием. Перемирие подразумевает под собой то, что усиление, передвижение войск запрещено. А украинская власть как перла к нам колоннами. Красноармейская. В изюме партизаны раскринячили склад БК. Теперь они не знают, что делать. Вчера то же самое. Очередная колонна была уничтожена батальоном Восток и мои артиллерии. Они вместе совместно работают. Ну, потом ответка полетела нам радами. Четыре пакета радов. Два пакета полетела на шахту Октябрьска. Два пакета полетела по району Спарта. Так что... Вот. Перемирие, я считаю, не нужно было нам. Мы и так были сильны и уверены. Ну, просто и так все передвигаются, все стреляют. Да. Все идет своим чередом. Как оно... На бумаге перемирие есть. В реальности? В реальности. Украинские власти его придерживаться не хотят и не будут. Вот и все. Понятно. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok